Компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Тему вебинара сегодняшнего вы видите на экране. Ведущий вебинара я консультант-аналитик Галина Гардышева. Мои контакты вы видите на экране. Контакты компании вы видите на заставке. Наша электронная почта, наши телефоны и адрес нашего сайта. Мы будем вам очень благодарны, если вы будете задавать вопросы, касаемые тех моментов, которые мы будем сегодня обсуждать и любые другие вопросы, которые касаются нашей сегодняшней встречи. Если вы будете обращаться по электронной почте, у нас будет больше возможности уделить время для ответа уже предметно касательно вашей ситуации. Ну и плюс на нашем сайте размещено достаточно много информации. Если кому-то оказалось неудобно время проведения, то через некоторое время мы выкладываем на сайте запись вебинара. Вы можете посмотреть ее в удобное для вас время, полностью, с остановками или так, как вам удобно. Соответственно, компания Кодерлайн будет рада оказать вам любую помощь, которая касается семейства 1С, программ семейства 1С, начиная от продажи, внедрения, разработки, описания каких-то ситуаций, которые вызвали затруднения. Ну, то есть любая помощь касательно сопровождения, внедрения, разработок в области сопровождения программ семейства 1С. Сегодняшняя наша встреча с вами посвящена, в общем-то, мерам компенсации, которые сейчас в большом количестве издали наши законодатели. И, соответственно, меры поддержки больше всего связаны с нынешней обстановкой. То есть мы с вами поговорим про компенсацию за систему быстрых платежей, то есть это российский аналог свифтовской системы. Поговорим про кредитные каникулы, перечень пострадавших областей, отраслей бизнеса, если быть более точным. Поговорим про поддержку IT-компаниям, про налоговые меры поддержки и про изменения в программном обеспечении. Рассматривать мы с вами это будем на примере ERP. Обратите внимание, что релиз 2.5. Ну и поговорим про дополнительные сервисы отчетности. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Нормативные материалы я буду показывать на слайдах. Попутно мы будем переключаться на демо-версию программы 1S ERP. Сейчас я переключусь на нее. Вот. И, собственно говоря, здесь нужно обратить внимание, вот на какой момент, поскольку было много изменений, которые связаны и с налоговыми послаблениями и с другими разделами, то нужно проверить, чтобы у вас был актуальный релиз конфигурации. Посмотреть это можно, если мы перейдем вот по этой пиктограммке из верхней панели меню. Здесь мы переходим на сведения о программе информационной. Вот такая пиктограммка, буква И в кружочке. И здесь мы сможем с вами посмотреть и версию платформы, которая у вас установлена, и саму версию конфигурации. То есть, если вы видите, что у вас не совсем уж последний релиз, вот у меня сейчас не совсем последний релиз, мы держим это совершенно сознательно. Я потом к этому немножко вернусь поподробнее. Если у вас это нет, то, соответственно, нужно сделать обновление и облегчить сказать себе жизнь, потому что последние релизы содержат уже и все новые формы, которые были приняты и которые необходимо применять. Сейчас мы снова вернемся к нашим слайдам и поговорим сначала про меры компенсации за СБП. То есть, сейчас действует программа компенсации малому бизнесу расходов за использование СБП. То есть, это банковская комиссия. Предприятия малого и среднего бизнеса могут компенсировать свои расходы до конца этого года. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства. И хочу напомнить, что решение о субсидировании предприятий МСП, которые пользуются системой быстрых платежей, было принято еще в прошлом годе и уже неоднократно продлевалось. Извините, в прошлом году неправильно выразилось. На что здесь важно обратить внимание? Нужно проверить, что ваше предприятие зарегистрировано в реестре малого и среднего предпринимательства. Сделать это можно проверить, включен ваше предприятие в реестр или нет путем перехода на сайт регистрации малого и среднего бизнеса. Если вдруг по какой-то причине ваше предприятие там отсутствует, то нужно исправить эту ситуацию и зарегистрировать, посмотреть, почему не зарегистрировано и устранить причину. На самом деле сейчас достаточно много сайтов, по которым можно проверить и состояние вашего предприятия, отчетность, которая была сдана или не сдана, получить все сведения, которые зарегистрированы в официальных источниках. Первое, что сейчас, наверное, наиболее часто просматривается и вызывает вопрос, это кредитные каникулы. То есть что это такое вообще на самом деле? Это отсрочка на льготный период. В среднем этот период может длиться до полугода, и получать кредитные каникулы могут и физические лица, ну и, соответственно, также малый и средний бизнес, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации. Ну, во-первых, в связи с санкциями, во-вторых, у нас все-таки еще и коронавирус продолжает действовать, ну, то есть пострадавшие области. Список пострадавших областей тоже доступен на официальных сайтах практически на всех. Можно было обратиться за предоставлением кредитных каникул до 30 сентября этого года, но этот срок точно также продлевался. Аналогично кредитные каникулы действовали и в прошлом году, и в 2020 году. В 2020 году это было в связи с пандемией коронавируса, в этом году это, к сожалению, не только с пандемией связано, но и с санкциями. Использовать кредитные каникулы можно для всех видов кредитов и займах в банках и, соответственно, других кредитных организациях. Максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку, вы видите на экране. То есть, если у вас кредитная карта, то до 100 тысяч рублей. По потребительским кредитам, которые были выданы наличными, до 300 тысяч рублей для физических лиц и 350 для ИП. Ну, соответственно, по автокредитам другая сумма 700 тысяч. И по ипотеке лимиты зависят от региона. То есть, соответственно, Москва 6 миллионов рублей, Московская область 4 миллиона рублей, Санкт-Петербург и Дальний Восток это 3 миллиона рублей. Ну, соответственно, для каждого региона установленная цифра. Кроме этого, у нас есть и налоговые меры поддержки. К таким относится конкретно отсрочка по уплате взносов. Эта отсрочка у нас закреплена постановлением правительства и действует в 2022 году до конца года. Ну, и, соответственно, опять же, здесь нужно проверять, попадаете ли вы в список пострадавших областей. Это ваш аквет, который указан в регистрационных данных, в EGRU и так далее. Ну, в основном, льготные, точнее, пострадавшие области – это те области, которые во время пандемии закрывались, были постановления, законодательные акты, по которым они не имели права вести деятельность. Ну, плюс это обрабатывающие производства, производство лекарств, продуктов питания, ну и так далее. Всего около 70 кодов аквет. То есть это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. То есть, опять же, нужно проверить, включены ли ваши акветы в этот список, проверить, относится ли ваше предприятие к малым предприятиям, то есть больших это не касается, я имею в виду отсрочку, и, соответственно, проверить в соответствии всех ваших регистрационных данных нынешним условиям. Почему я на это обращаю отдельное внимание? Потому что в прошлом году было введено, летом было постановление правительства, по которому определены признаки, в каких случаях налоговая отчетность, которую вы своевременно отправили адресатам, может быть признано не в данной. Обращаю ваше внимание, что в этом случае у вас будут еще и штрафные санкции. Мы немножко подробнее поговорим об этом в конце нашей встречи. А сейчас мы с вами переходим к следующему моменту. Это тоже уже достаточно широко разрекламировано, освещено в разных информативных источниках. Очень хорошо про это писали в «Консультант Плюс», но, соответственно, во всех других и «Гарант», и все другие наши правовые службы, которые освещают новые законодательные акты. Для IT-отрасли у нас применяется достаточно серьезный комплекс мер. То есть, во-первых, ваше предприятие должно быть зарегистрировано и аккредитовано к этой компании. В этом случае у вас устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль до конца 2024 года. Соответственно, кроме того, что устанавливается нулевая ставка прибыли, предполагаются и другие изменения по налоговым и внебюджетным отчислениям. Кроме этого, установлены категории граждан, на которых распространяется отсрочка от призыва на военную службу, если они работают в IT-компании. И, соответственно, расписан порядок предоставления такой отсрочки. Кроме этого, для IT-компаний предусмотрено выделение средств на предоставление грантов. То есть, это уже индивидуальная целевая поддержка. В случае, если такие компании ведут перспективные разработки отечественных IT-решений. В этом случае компаниям, кроме этих льгот, предоставляются еще льготы по кредитным ставкам. То есть, им кредит предоставляется по ставке не выше 3%. Ну, соответственно, в разрезе обеспечения их текущей деятельности. Ну, кроме этого, упрощенный порядок ведения госзакупок и муниципальных заказов. То есть, это тоже предоставляется адресно конкретным юридическим лицам. Для иностранцев будет упрощена процедура трудоустройства, если они поступают на работу в IT-компании. И, соответственно, в этом случае облегченное, упрощенное получение этими гражданами вида на жительство. Кроме этого, выделяются средства для IT-компании для улучшения жилищных условий отдельных сотрудников, ну и, соответственно, поддержания уровня их зарплаты. В этом случае компания может претендовать на получение льготной ипотеки для такого сотрудника. То есть, соответственно, она должна предоставить ему документы о том, что он работает в такой компании, о том, что он там работает, ну, определенный период времени. И, соответственно, если он желает, естественно, взять ипотеку, то документы для банка, который запросит банк. И еще одно послабление – это освобождение от аккредитованных IT-компаний на срок до трех лет от проверок налогового, валютного контроля и других видов проверок государственного надзора. Ну и, соответственно, муниципального контроля тоже. В общем-то, это достаточно хорошая, скажем так, не совсем уж новость, но достаточно интересный перечень, потому что кроме налога на прибыль снижены ставки на страховые взносы. И, соответственно, раньше аналогичные льготы имели только компании-резиденты, например, в особых экономических зонах. В этом случае такие льготы предоставлены обычным компаниям, не резидентам, ну и, в общем-то, очень привлекательные условия для того, чтобы компании продолжали работать и обеспечивали своих сотрудников и жильем, и льготными условиями. Ну, то есть, в общем-то, хорошие меры поддержки. Ну, наверное, сейчас самый, может быть, актуальный вопрос, который вызывает очень много запросов на комментарии, запросов на то, как это оформить и так далее, это мобилизационные решения. То есть, в связи с объявленной частичной мобилизацией были изменения в нормативных актах, были они утверждены указом президента. Вы видите на экране номера этих документов. И согласно этому документу изменены правила призыва и льгот для призванных сотрудников. Ну, наверное, самое актуальное, это то, что трудовые договора и служебные контракты с гражданами, которые попали под призыв по частичной мобилизации, будут не прекращены, а только приостановлены. То есть, соответственно, если у вас оказался человек, который получил повестку, то вы с ним не расторгаете договор, а только приостанавливаете. И за такими работниками сохраняются их рабочие места. То есть, соответственно, после окончания службы человек возвращается на то рабочее место, где он работал до призыва, и, соответственно, он уже уверен в том, что не окажется на улице. Соответственно, в этом случае внесены изменения о том, что не допускается в кадровом оформлении прекращения трудовых договоров, то есть уважение сотрудников в связи с призывом на военную службу, как было ранее. То есть были внесены изменения в трудовой кодекс. Собственно, большее количество мер поддержки связано, ну, если можно так выразиться, с административными мероприятиями. Но, тем не менее, некоторые меры поддержки отражены и в программах 1С. То есть для того, чтобы, ну, конкретно отразить изменения по мобилизации, необходимо помнить, что в программе 1С ЕРП предусмотрена возможность введения учета по, ну, то есть воинского учета и, соответственно, мобилизационных мероприятий. И эти изменения были отражены. Вот именно последние изменения. Но хочу напомнить, что в отличие, например, от 1С бухгалтерии и некоторых других конфигураций, в ЕРП достаточно много блоков, которые нужно активировать. То есть если в бухгалтерии мы можем видеть сразу весь набор функций, то в ЕРП некоторые участки надо активировать. В частности, именно воинский учет относится к таким участкам. Мы сейчас с вами посмотрим на следующем файлике, где он включается, а потом перейдем к демо-версии и уже, так сказать, ручками потрогаем и посмотрим, как это на практике должно происходить. То есть для активации воинского учета необходимо внести изменения, то есть активировать введение воинского учета. Делается это из раздела НСИ и администрирования, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И здесь в этом разделе, подразделах сразу в нескольких, нужно обратить внимание на настройки. Первое касается кадрового учета. То есть мы должны перейти в кадровый учет и проставить чекбоксы. То есть вот такие галочки, что воинский учет ведется. И, соответственно, если у вас имеются специальности, которые подлежат бронированию, проставить еще флажок, что имеется бронирование для организации. Сейчас мы с вами перейдем в демо-конфигурацию и, соответственно, посмотрим, как это выглядит на практике. То есть мы переходим в раздел НСИ и администрирования. Поскольку у меня много юрлиц, то есть у меня мультифирменный учет в демо-версии, то мы должны зайти в список организаций и выбрать ту организацию, по которой хотим внести корректировки или, наоборот, проверить уже существующие настройки. Ну вот я выберу металлсервис. И здесь, как вы видите, мы попадаем в общие настройки и учетную политику. То есть нас интересует закладочка зарплата и кадры. И здесь у нас, видите, есть настройки по разным параметрам ведения учета. Интересует нас последний набор настроек. И, соответственно, если мы хотим изменить, то нажимаем гиперссылку и переходим в режим настройки блока. Обратите внимание, здесь у нас имеются две возможности выбора. То есть мы можем сформировать приказ об организации воинского учета и сформировать план работы по осуществлению воинского учета. Сейчас мы снова вернемся к слайдикам. Я просто покажу обоснования для этих действий. Вот то, что мы с вами видели на экране. То есть инси и администрирование. Переходим в какую-то конкретную организацию и выбираем зарплатой кадры. То есть вот то, что мы с вами уже посмотрели. И если необходимо введение бронирования, то нужно поставить еще вот такую отмечку. Мы про нее говорили несколько минут назад. То есть, соответственно, что у нас будут бронированные граждане. И сейчас еще один момент. То есть листок сообщения об изменениях. То есть кроме того, что мы сдаем обычную отчетность по кадрам, то есть в небюджетные фонды, налоговая инспекция, мы должны включить введение облух учета и подавать в военкоматы определенную отчетность. То есть вот основной листок сообщения об изменениях. Что делать, если ваша организация не вела раньше кадровый учет? Ну, в этом случае нужно быстро исправиться. И в связи с тем, что вот эти постановления были приняты в основном уже после, либо непосредственно перед мобилизацией, либо сразу после объявления о мобилизации, необходимо исправить. То есть отчетность вы должны сейчас подавать в военкоматы уже, так сказать, в обязательном порядке. Что нам теперь нужно сделать для того, чтобы это можно было выполнить? Мы снова переключаемся в демо-версию и, значит, снова переключаемся на закладочку зарплата и кадры по определенной организации, потом еще посмотрим в учетную политику и вернемся. Значит, приказ об организации формируется по утвержденной форме и выглядит вот так. Для того, чтобы он у нас сформировался, нам нужно до того, как мы пойдем настраивать воинский учет, задать ответственных лиц, то есть тех, чьи подписи будут у нас фигурировать во всех документах отчетных. Напомню, что в разделе инсы и администрирования у нас с вами в первой колонке находятся справочные информации. Это средняя колонка, которую мы видим. Это уже более детальная настройка конкретных подразделов. То есть нас с вами интересует подраздел кадры и, соответственно, здесь нужно обязательно проверить, что у нас за настройки были включены раньше, потому что до этого с воинским учетом, ну, во всяком случае, не крупные предприятия, не особо беспокоились, скажем так, ни военкоматы, ни чего. В предыдущие периоды действовало одно время постановление, когда, например, при издаче бухгалтерской отчетности на балансах ставили штампы о том, что военкомат подан на отчетность и так далее. Но такой порядок уже достаточно давно был отменен, поэтому есть смысл вернуться к этим настройкам и посмотреть, что у нас здесь может быть непроставлено. Ну, во-первых, работать с коронавирусом, если ваше предприятие, допустим, относится либо к медицинской сфере, либо к социальному обслуживанию, посмотреть, что здесь у вас есть, ну, и после этого вернуться в раздел, например, кадры, и здесь уже более точные, ну, если можно сказать, более тонкие настройки. Если мы говорим про отчетность, которую мы должны сдавать, то, соответственно, у нас есть раздел кадровые отчеты, они у меня уже открыты, сейчас я перейду туда, чтобы нам не ждать, пока программа сообразит. И, соответственно, здесь мы видим достаточно большой перечень, которые, отчеты, которые могут использоваться из этого раздела. И, соответственно, здесь у нас есть раздел отчетность для военкоматов. Обратите внимание, что отчетность для военкоматов, ну, так сказать, размазана на несколько, на два столбика, и ее достаточно много. Практически все изменения, которые касаются работников и которые интересуют военкомат, в эти отчеты включены. Для того, чтобы посмотреть, что у нас входит, ну, например, мы можем с вами посмотреть любую отчетность, то есть я взяла первое, что попалось под руки, и посмотреть вот для чего. То есть у нас выбирается, если мы выбрали карточку оповещения, вот такая форма, и мы можем выбрать каких-либо сотрудников, которые у нас присутствуют. Ну, соответственно, если у нас сотрудники получали зарплату, то есть, ну, или какую-то деятельность, то будет карточка сотрудников. В этом случае нас интересует настройка и справочники, и здесь посмотреть должности и, соответственно, любую карточку, которая у нас уже настроена на какого-то человека. То есть у нас здесь достаточно много информации в карточке сотрудника содержится. Нас интересует только подраздел кадрового учета. Я сейчас снова вернусь к нашим слайдам. Значит, кадровый учет, и мы должны обязательно зайти и заполнить сведения, которые касаются сотрудника. В этом случае отчетность военкомата, по нему, которую они хотят видеть от предприятия, будут формироваться автоматически и очень несложно. То есть вот если немножко увеличить масштаб слайдика, то вы видите данные, фамилия, имя, отчество и, собственно, дальше данные, которые указываются в сведении вашего сотрудника. То есть ничего особо сложного здесь нет, каких-то отчислений и расчетов здесь тоже нет. И, собственно, вся информация берется из регистрационных сведений, которые заполнены на сотрудника. То есть нужно просто не полениться и просмотреть все, что заполнено по этому разделу. Так, извините, сейчас масштаб вернем на родину. Так, ну, соответственно, кроме ведения воинского учета и подачи отчетности в военкомат, у нас есть еще некоторые виды, некоторые другие меры поддержки, которые были приняты. Ну, во-первых, то, что касается налогов. Налоговое послабление у нас – это ускоренное возмещение НДС. То есть когда в 2022, то есть в этом году и в следующем, можно возместить налог из бюджета авансом в заявительном порядке, то есть без поручительства и без банковской гарантии. В этом случае имеет значение сумма, которую мы хотим возместить. То есть сумма заявленного НДС не должна превышать сумму, которая уплачена за прошлый год. Соответственно, кроме возмещения НДС, еще отмена повышенного транспортного налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 миллионов рублей. Также продление сроков уплаты по УСН. То есть за 2021 год компании должны уплатить до 30 сентября, а ИП – до 30 октября 2022 года. И, соответственно, если у нас мы платим авансовые платежи, то платеж за первый квартал этого года нужно было внести, ну, в смысле, нужно внести до 25 октября. То есть у нас еще 11 дней до того, как это необходимо сделать. Еще одна мера поддержки – это отсрочка уплаты страховых взносов для работодателей. В этом случае и компании, и ИП, опять же, обратите внимание, из определенных отраслей, то есть это список пострадавших отраслей, получили отсрочку по уплате страховых взносов на год. И ИП из этих же отраслей, точнее, не совсем из этих же отраслей, от пострадавших, которые пострадали от санкций, могут заплатить страховые взносы за 2021 год с дохода, который превышает 300 тысяч рублей до 3 июля следующего года. То есть вот здесь обратите внимание именно на риторику. То есть получают такую отсрочку не все, а те отрасли, которые у нас признаны пострадавшими, и не на всю, не на весь размер взносов, а только свыше 300 тысяч рублей. То есть до 300 тысяч вы должны заплатить взносы, исходя из того, какая у вас упрощенка, 6% или 15%. И, соответственно, отмена повышенной налоговой пении. То есть раньше, если компания не уплачивала в течение 30 дней положенные, не оплачивала положенные начисления, то в этом случае ставка пении начислялась по 1 150 ставке НДЦБ. До конца 2023 года для организации действует такая же ставка, как и для физических лиц. То есть 1 300 ставка рефинансирования. Ну, соответственно, в этом случае как бы стимулируется занятость, стимулируется возможность работы самого предприятия. Смягчили некоторые штрафы для малого бизнеса. То есть если ваше предприятие значится в реестре налоговых ФНС как малое или микропредприятие, то в этом случае штраф получают только в том случае, если он был предусмотрен в КААПе. Если в кодексе нет штрафа для ИП, то в этом случае назначают только половину от обозначенного штрафа для юридических лиц. Также еще один достаточно болезненный момент, который вызывал много вопросов и по оформлению, и по отражению в 1С, это прослеживаемые товары и отчетность по ним. То есть сроки по ним установлены достаточно четкие, но в связи с тем, что нормативные акты были приняты с опозданием, то есть были приняты не в те отрезки времени, которые декларировались, то применение штрафов отложили сначала до конца этого года, а теперь отложены до конца 2024 года. Напомню, что к прослеживаемым товарам относится достаточно много, достаточно большой ассортимент он затрагивает, и туда относятся холодильники, морозильники, стиральные машины, компьютерная техника, мониторы, телевизоры, коляски, автокресла, спецтехника, то есть там бульдозеры, экскаваторы и так далее. То есть полный перечень прослеживаемых товаров можно посмотреть на сайте ФНС. Ну и еще одна мера, так сказать, поддержки – это ослабление штрафов для юрлиц и для ИП. Теперь не будут одновременно штрафовать компанию и ее руководители, либо иное должностное лицо. А если в ходе проверки будут выявлены несколько нарушений и за них положен штраф по какой-то одной норме КАПа, то штрафовать будут как за одно правонарушение, то есть не за несколько. Еще один момент, что это в принципе не новости, те, кто отчитываются по этим аспектам, знают, но тем не менее хочу напомнить, что с 1 июля этого года введена нулевая ставка НДС для гостиниц и прочих объектов туристической деятельности, которые включены в специальный реестр туризма. То есть обязательно дочитывайте постановление до конца и смотрите, где должно быть отражено ваше право на применение такой ставки. Расширен список операций, которые освобождаются от НДС. Ну, в частности, это услуги клиринговых организаций. Ну и, соответственно, как я уже сказала, это не будет штрафов по прослеживаемым товарам до 2024 года. Еще один момент, на который хочу обратить внимание, это мораторий на банкротство. То есть налоговые инспекции временно прекращают подавать в арбитражные суды заявления о банкротстве компаний, у которых есть долги по налогам и взносам. Но, опять же, для IT-компаний ставка по налогу для прибыли на 2022-2024 год будет нулевой. И вот еще обратите внимание, то есть страховой тариф, тариф, точнее, страховых взносов для IT-компаний, которые имеют аккредитацию в цифрах, будет 7,6% вместо 30. То есть это то, о чем я говорила, что аналогичные льготы раньше имели только компании-резиденты особых экономических зон. Ну и также нулевой НДС для гостиничного бизнеса. То есть в этом случае они могут применять нулевую ставку, но, опять же, обращаю ваше внимание, что в этом случае организация должна состоять на учете в Ростуризме. Ну, либо, если это не Ростуризм, то реестр, который подтверждает принадлежность компании к этому, к этой должности, извините, к этой отрасли. Сейчас мы с вами снова переключимся на демо-версию и посмотрим, здесь мы сейчас это закроем, чтобы оно нам не мешалось, карточку оповещения нам тоже не нужно, и посмотрим, на что нужно обратить еще внимание и какие настройки будут нужны для того, чтобы формировалась нужная отчетность. Значит, по кадрам мы с вами уже посмотрели, то есть через НСИИ и администрирование мы в кадрах заполняем ведение воинского учета. И сейчас переходим с вами в организации и посмотрим с вами, я выберу другую организацию, чтобы это было, допустим, Андромеда Плюс, что у нас есть в учетной политике, на что надо обратить внимание при заполнении карточки по организации и, собственно говоря, что нужно исправить. То есть для того, чтобы у вас правильно формировалась отчетность и было понятно, что у вас предприятие относится к пострадавшим областям, вы должны заполнить в обязательном порядке АКВЭДы. То есть АКВЭД-2 – это старая кодировка, точнее АКВЭД. АКВЭД-2 – это кодировка, которая действует на сегодняшний момент, и вы выбираете здесь из классификатора ваш код АКВЭД. То есть, соответственно, в этом случае стоит проверить ваш ЕГРЮ. То есть, чтобы все виды деятельности, которые вы осуществляете, были перечислены в ЕГРЮ. И, например, если у вас основной вид деятельности попадает под перечень пострадавших отраслей, в этом случае вы спокойно применяете льготы и меры поддержки, про которые мы с вами поговорили. Еще один момент. Так, это мы закроем. То есть это классификатор. Теперь при регистрации ваших адресов, то есть юридический адрес, фактический адрес и почтовый адрес, то есть вот те поля, которые у нас предусмотрены для отражения регистрационных данных. Для чего у нас столько полей, достаточно часто возникает вопрос. То есть юридический адрес указывается во всех формах отчетности, во всех документах, которые формируются. А вот фактический адрес, в общем-то, присутствует не во всех документах, он присутствует в налоговых по НДС. То есть это будет счет фактура, это будет УПД. То есть юридический, фактический адрес. А почтовый адрес указывается не везде. То есть мы можем, если вот так посмотрим, посмотреть это на картах, но в печатных формах обычных деклараций, там, например, или отчетов он не используется. Если вы здесь ничего не указываете, ну, то есть, допустим, указали только фактический юридический адрес, то, соответственно, при формировании тех же, например, налоговых документов, вам придется ручками это все добавлять. Классификатором. То есть, соответственно, вот такой интерфейс карточки организации мы видим уже в версиях 2.5, причем более поздних 2.5.7 и 2.5.8, то есть более поздних. Потому что, например, в ERP 2.4 форма интерфейса была другая. То есть, в принципе, функциональность сохранена, но скомпонована немножко по-другому, на что обратите внимание, особенно если вы с 2.4 переходите или переходили. Тогда нужно проверить, чтобы все эти, ну, как бы все поля были заполнены. То есть, если мы переходим по ссылочке, по гиперссылке, то мы попадаем в окно регистрации, где нужно указать наименование вашего органа, чтобы потом не возиться в декларацию и не добавлять эту форму вручную. Обратите внимание на статистику. Вот это тоже достаточно большой вопрос, который в этом году у многих вызывал вопросы и были обращения. То есть, с этого года статистика имеет право и применяет штрафные санкции за несдачу отчетности. Если раньше это было больше как декларативно, то есть, ай-яй-яй, почему не прислали, пришлите, пожалуйста, ну хоть сейчас, то с этого года уже достаточно большие штрафы. И за первичный проступок в этой сфере у вас будут начислены штрафы от 70 до 100 тысяч рублей на юридические лица. А если это было повторно, то до 150 тысяч. То есть, штрафы, в общем-то, достаточно весомые. Ну и, наверное, самая популярная закладочка – это учетные политики. То есть, опять же, по ссылочке мы с вами переходим на закладку, где заполняем данные по системам налогообложения. Хочу еще обратить внимание на упрощенную. То есть, если вы выбираете упрощенную систему налогообложения, то хочу напомнить про новую, ну, собственно, не новую, а модернизированную упрощенку, которая будет применяться со следующего года. Применяется, если быть более точным, с июля этого года. Применяется она в четырех регионах – Москва, Московская область, Калужская и Татарстан. То есть, это те, кто обкатывали систему самозанятыми и, ну, собственно, как сказать, жертву нововведений. То есть, вам нужно проставить флажки, если у вас здесь. И чем привлекательна новая система, автоматическая упрощенная система налогообложения, АУСН, это тем, что практически тем, кто будет применять этот режим, не требуется самостоятельно формировать отчетность, начислять налоги. И, собственно говоря, практически они не должны отчитываться. Все за них будет делать самостоятельная налоговая инспекция. Ставки будут значительно ниже. Одна из самых вкусных, так сказать, ставок – это то, что, если это ИП, например, то он не будет уплачивать страховые взносы за себя. Ну, и плюс не будет сдавать отчетность. Но в этом тоже, как и во всех наших, чаще всего, новшествах, есть небольшая ложка дегтя. Вы все слышали, что с 1 января будет применяться единый налоговый платеж. Так вот, это применение будет обязательным. Но те, кто применяет единый налоговый платеж, не будут иметь право на применение АУСН. То есть вот это надо учитывать. Но существует еще ряд других ограничений, которые будут на упрощенке, на автоматической. То есть этот режим заточен, если можно так сказать, только на малые и микропредприятия. То есть у него совершенно другие лимиты. Если на обычной упрощенке лимиты увеличивались, то на автоматической он наоборот будет немножко меньше. То есть лимит по доходам будет 60 миллионов рублей, а численность до 5 человек. Так, мы отсюда с вами переходим. И хочу обратить ваше внимание на то, чтобы вы проверили настройки по налогу на имущество и настройки УСН. То есть вот видите, есть специальный раздел. То есть это у нас настройки по упрощенке. Если вы выбрали, что у вас предприятие применяет упрощенку, то вам нужно здесь будет пройти. Объект налогообложения у нас и на автоматической упрощенке, и на обычной. Доходы и доходы минус расходы. Но обычная упрощенка у нас 6%, доходы минус расходы 15%. Автоматическая упрощенка у нас немножко выше 8,20%. То есть поэтому в настройках, видите, есть возможность выбрать налоговую ставку. И обратите внимание, практически во всех справочниках есть вот такая небольшая тематическая подсказка. То есть почему здесь есть такая возможность, вы по такому вот вопросику можете просмотреть быструю тематическую справку. То есть для чего это принято и какие лимиты, допустим, установлены. Мы это закрыли. И если у вас есть объекты с особым порядком налогообложения, то, соответственно, вы можете перейти и заполнить здесь информацию. Еще одна тонкость, которую тоже надо учитывать, если вы работаете и на бухгалтерии, например, и на ЕРПИ. В бухгалтерии мы для каждой организации создаем учетную политику. Здесь мы тоже создаем учетную политику в ЕРПИ. Но мы можем одну учетную политику, нет, мы не будем носить изменения, выбрать для разных организаций. То есть, например, вот у нас учетная политика. Здесь нам не нужно. Учетная политика. И мы можем подобрать учетную политику, которую создали раньше для какого-то предприятия. То есть, у нас в этом случае учетная политика выступает как отдельный документ. И мы можем в журнале выбрать нужный документ и использовать его для каких-то других организаций, которые у нас здесь есть. Еще раз вернемся к нашей Андромеде. И это мы с вами поговорили про учетную политику для налогового, для бухгалтерского и для оперативного учета. И, соответственно, нас еще интересуют настройки по заработной плате, потому что здесь у нас задаются основные подробности. Особенно если предприятие у вас имеет обособленные подразделения, которые находятся в другом регионе. Например, у вас сама организация в вашем городе, а вы, например, имеете обособленные подразделения, например, в районах Крайнего Севера или Дальнем Востоке. В этом случае здесь должно быть указано применение территориальных коэффициентов. И в этом случае вы ставите флажок и указываете районные коэффициенты, которые применяются. Что нас интересует, кроме воинского учета, про который мы уже поговорили, что нас еще интересует на закладочке зарплата? Ну, соответственно, мухучет и выплата зарплаты интересует, потому что к этому привязаны в основном сейчас отчеты по НДФЛ. И хочу напомнить, в принципе, уже сдавали и первый, и второй квартал, и годовой по новым правилам, когда 2 НДФЛ у вас входит в отчетность по 6 НДФЛ. То есть идут как приложение. Ну, в общем-то, вот, наверное, все, что мне хотелось вам сказать по поводу наших всяких преференций и мер поддержки. Напомню, мы с вами поговорили про меры поддержки, которые касаются мобилизованных сотрудников. Посмотрели это в кадрах. То есть остальные меры поддержки. Сейчас я вернусь снова к нашим слайдикам. Другие меры поддержки, не требующие каких-то отчетов и не требующие каких-то специфичных бланков, в общем-то, оформляются в большинстве своем через бухгалтерскую справку. А вот те, которые изменили настройки или изменили какие-то отчеты, вот это требует уже проверки и тех настройок, которые у вас были. Ну, и, соответственно, просто напомнят и прослеживаемые товары и применение новых ФСБУ. То есть это 5.19, 6.2020, 26.2020, но основные. Ну, собственно говоря, нужно быть внимательным. И, опять же, если вы проверили, что ваше предприятие попадает под, например, льготное кредитование или под какие-то меры поддержки, то для того, чтобы воспользоваться этой мерой, вам в любом случае будет требоваться выписка из игры. И в любом случае будет требоваться подтверждение того, что вы относитесь к пострадавшим областям. И еще раз хочу обратить ваше внимание на пункт, который уже достаточно давно принят, в прошлом году, но то, что повлияет на то, что вашу отчетность признают непредоставленной. Или в случае, если вы обратились, например, в какие-то кредитные организации, вам могут отказать в получении кредитных продуктов, потому что у вас присутствует какой-то один из этих или несколько из вот этих перечисленных пунктов. То есть, согласно вот этому постановлению, вы видите ФЗ-374, и налоговые органы, если обнаруживают у вас какой-то из этих перечней, то, соответственно, запустится механизм того, что налоговая инспекция выставит вам уведомление о том, что ваша декларация не принята и не принята по какой-то ниже перечисленных причин. Значит, самые основные, ну, самые распространенные, это если ваша отчетность подписана неуполномоченным лицом, если ваша отчетность подписана дисквалифицированным физическим лицом, и на момент, когда была подписана отчетность, срок дисквалификации еще не истек. Ну, соответственно, если имеется сведение о смерти подписанта, то есть человек умер до того, как подписал отчетность, то есть кто-то воспользовался его токеном, например. Если в отношении руководителя, подписавшего отчет, внесена запись в игре о недостоверности сведения о нем, вот это, пожалуй, самая распространенная причина, то есть, например, ваш руководитель поменял паспорт по возрасту, соответственно, данные, которые в игре зарегистрированы, и те, которые имеются в реестрах органов, будут отличаться. В этом случае достаточно трудоемкий процесс вывести организацию из всех списков, то есть, это нужно подать сведения для регистрации в игре, ну, достаточно трудоемкий процесс. Если в отношении налогоплательщика организации внесена запись в игре о прекращении деятельности юридического лица ранее даты предоставленной отчетности, то есть, например, предприятие было либо ликвидировано, либо реорганизовано, ну, то есть, по-любому из оснований, исключено из реестра. И самый, наверное, неприятный пункт, по какому ваша отчетность может быть либо непризнанной, либо вы можете получить отказ в кредитных органах, это, ну, допустим, если обнаружены контрольные соотношения, которые свидетельствуют о нарушении порядка его заполнения, либо содержатся ошибки при расчете страховых взносов. Вот это самый, наверное, частый повод того, что вам могут отказать в приеме декларации. Ну, и хочу напомнить, что сейчас действует... Действует система ГИБРО, то есть, это государственная регистрация отчетности, и ваша отчетность выкладывается в открытом доступе, то есть, сейчас отчетность, если вы, например, от организации подаете, может не обязательно с вас банк потребовать, если вы хотите использовать какие-то льготные, например, продукты кредитования, а будет брать из ГИБРО. Ну, единственное ограничение, которое... Не ограничение, а тонкость, которая здесь существует, что в ГИБРО выкладывается отчетность за истекший период. Например, годовая отчетность должна быть выложена не позднее, чем июль текущего года. А, например, если вы подаете в межсезонье, так сказать, когда еще не выложена декларация, то банк у вас в любом случае запросит подтверждающую отчетность, документацию, ну, то есть, обычный перечень при предоставлении кредита. Такие кредиты, то есть, по льготным ставкам, представляются в общем, как бы... В общем порядке и отражение какого-то отдельного для них в программах семейства 1С не предусмотрено. На этом разрешите нашу встречу закончить. Еще раз хочу напомнить, что компания Кодерлайн предлагает свои услуги по сопровождению, внедрению, доработкам и так далее. Для всех программ семейства 1С напомнить про наши контактные данные. Благодарю вас за время, которое вы нам уделили, за интерес к нашим мероприятиям. Благодарим всех участников за визит. На этом разрешите попрощаться. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok